А вот это довольно-таки интересно, поскольку конгрессмен США Том Эммер выражает готовность уволить Гэри Гэнслера. Да, Гэри Гэнслер так или иначе в своих ранних повествованиях, до того как он стал председателем SEC, заявлял, что XRP это промежуточная валюта, то есть она возможно быть таковой. И, соответственно, сегодня мы поговорим об этом. Также поговорим о сбое XRP на бирже ценовом и поговорим о том, что SEC одобрил опционы на биткоин ETF от BlackRock, что в принципе дает право рынку вырасти еще на несколько десятков, а то и даже сотни процентов. Что касается значит рынка криптовалют, то в целом сейчас мы наблюдаем то, что биткоин торгуется свыше 63 тысяч долларов, а эфириум, BNB, Solana и другие монеты подтягиваются за биткоином вслед. Тон, к сожалению, еще не восстановился после того, как был инцидент с Павлом Дуровым, то есть в свое время тон имел стоимость 7 долларов, даже доходило выше 8 долларов, но сейчас его стоимость 5,5 долларов. То есть я считаю, что это неплохая opportunity, как говорится на английском, а именно возможность покупка Тона именно на данный момент времени. И считаю, что в перспективе Тон, конечно же, будет больше стоить, нежели тот же Doggy Coin. Их разделяет капитализация в порядка 1,5 миллиарда долларов, но я считаю, что Тон определенно будет победителем в этом бычьем цикле. Что касается XRP, то по XRP здесь пока что к нему никто близко не подбирается. Значит, Doggy Coin и Tone Coin необходимо вырасти на 100%, чтобы хотя бы подобраться близко. Поэтому пока что у XRP нет конкуренции. Единственное, с кем сам XRP конкурирует, это с USDC. USDC опережает XRP по капитализации. Данный Stablecoin имеет почти 36 миллиардов долларов капитализация. Что касается, значит, самого XRP и того, что у нас на рынке сейчас происходит, я считаю, что рынок, как ни крути, но заходит в стадию жадности. И считаю, что сейчас на рынке все-таки из нейтрального положения все-таки трейдеры предпочитают покупать. То есть я не думаю, что многие из них сейчас сидят вне рынка. Я считаю, что они активно используют рынок, заходят в лонг или же покупают криптовалюту на споте. Поэтому я считаю, что сейчас покупки, как ни крути, стимулируются ростом рынка криптовалют. Что касается биткоина, кстати, то на дневном таймфрейме пока что мы торгуемся под 200-м мувингом. Однако мы вышли за трендовую линию. Здесь может быть отбой, снижение в район 60 тысяч долларов. Но по итогу мы можем в такой глобальной перспективе выйти еще выше. То есть я считаю, что остается вот у нас сентябрь, то есть остается, грубо говоря, полтора недели. Полтора недели могут говорить о том, что мы здесь вполне себе можем выйти выше. Если мы выходим выше отметки 65 тысяч долларов, закрепляемся здесь. То есть завтра у нас воскресенье, уже 3 часа по МСК в понедельник мы уже увидим закрытие недельной свечи. И я думаю, что мы уже будем, в принципе, понимать полноту картины. И я считаю, что это определенно может быть уже окончание падения. Потому что на самом деле многие сейчас готовятся к тому, что еще какое-то падение, в принципе, должно присутствовать на рынке криптовалют. Что касается XRP, то по XRP ситуация без изменений. То есть до октября, как и ранее заявлял еще в августе, мы торгуемся. Торгуемся в диапазоне преимущественно это 53-60 центов. Поэтому здесь по XRP точно такая же почти ситуация. Если мы, значит, выходим и пробиваем 66 центов, то я думаю, что это уже полноценное разворотное движение. И оно будет нацелено, естественно, наверх. Таргет по XRP к концу этого года, я считаю, что это доллар, но не выше. Если же все-таки мы увидим, что SEC не подаст апелляцию. И, в принципе, мы увидим, что с делом Ripple против SEC все довольно-таки неплохо в пользу Ripple. То я считаю, что мы можем даже вырасти выше. Но определенно нужно смотреть на график XRP BTC. А здесь мы видим следующую картину, что здесь он продолжает торговаться в боковике, в диапазоне. И здесь диапазон торговый 920-1020 Satosh. Поэтому пока что мы будем наблюдать боковик. То есть, на самом деле, пара к биткоину у любого альткоина, она всегда говорит много. И по этой паре к биткоину всегда можно, в принципе, сопоставить следующее движение, которое может быть. Здесь я пока что вижу боковик. Не вижу, в принципе, как и негативного сценария, так и позитивного. То есть, считаю, что в рамках такого негативного сценария мы можем спуститься еще на следующую зону поддержки. Это 850 Satosh. И вот этот спуск, кстати, и даже если мы спустимся сюда, он может вынудить холдеров XRP покинуть инструмент. Поэтому к этому нужно быть готовым. Что касается, значит, интересного, это то, что конгрессмен США Том Эммер выражает готовность уволить Гэри Генслера и сотрудничать с Дональдом Трампом. Естественно, когда Дональд Трамп придет на президентское кресло, то я думаю, что глава всех поменяется. То есть, это уже будет определенно не Гэри Генслер. И я даже, возможно, думаю, что всех реформируют. Возможно, изменят. Возможно, еще что-то сделают. Но, так или иначе, уже, так как Трамп френдли к криптовалютам, так как у него, в принципе, есть список криптовалют и в донатах указано XRP. Я считаю, что в целом 2024-2025 год для XRP будет большим. Ну, конец 2024-го, по крайней мере. Если же действительно Трамп, когда придет, сядет в президентское кресло, возьмется за криптовалюту и возьмется, в принципе, за работу. Не думаю, что это будет быстро. Но, если будут сигналы к позитивному разрешению ситуации с криптовалютами и ситуации с XRP и в пользу Ripple в рамках разбирательств между SEC, то я считаю, что определенно это плюс будет для токена XRP. Что также нужно отметить, что пользователи заметили новый глюк. Например, здесь были покупки по 62 тысячи долларов за XRP. Но, что самое интересное, цена XRP здесь стоит 47 центов. То есть, такое ощущение, что этот скриншот делали когда-то еще давно, потому что 47 центов. Когда мы последний раз видели, мы видели, значит, в августе. Такое ощущение, что тогда, в принципе, и сделался этот скриншот. Но, на самом деле, по сбоям многие, конечно, кидают скрины. Возможно, часть из них есть фейки. Но сам факт, что это, в принципе, набирает просмотры. И люди, в принципе, отчасти могут верить. Несмотря на цену XRP. То есть, цена XRP сейчас отнюдь не 47,5 центов. Что также нужно отметить, что Гэри Гэнслер еще ранее заявлял, до того, как он стал главой SEC, то, что XRP это вполне себе промежуточная валюта, вероятно, и есть. И он сказал, что это, возможно, и будет промежуточная валюта. И в данный момент у SEC осталось всего примерно 16-15 дней, чтобы подать апелляцию по делу Ripple. Многие думают, что они этого не сделают. Но даже Гэри Гэнслер знает тут огромное силе XRP как мостового актива. Что также нужно отметить всем криптонам, да, то, что на самом деле Луна у нас мертва. Солана сломано, биткоин медленный, эфириум, значит, комиссии, ну, оказывается то, что expensive, то есть, дорогие комиссии у эфириума. Ну, действительно, 3-4 доллара за перевод в рамках сети эфириума, ну, это отдирало на текущий момент времени. Также Cardano у нас практически не используется, я так понимаю. То есть, она бесполезна. Ну, и XRP отвечает на все вопросы. Ну, на самом деле, здесь можно согласиться с данным списком. Если мы говорим про Terra Luna, я вчера снимал видеоролик о том, что уже Tfail будут ликвидировать, и там дедлайны стоят до 30-го уже октября, поэтому здесь Terra Luna действительно, она умерла. По поводу Соланы, то, что она сломана, ну, действительно, были проблемы, значит, по Солане до того, как она со 7 долларов поднялась до 200 долларов, да, и многие, конечно, ее сливали, но я считаю, что она выполнила свой, как скажем так, свою цель, как спекулятивного инструмента, то есть, те, кто держали Солану, они обогатились в 10-20 раз больше, чем холдеры XRP, то есть, нужно признать. По биткоинам медленный, действительно, это так, потому что вчера я перекидывал биткоины с биржи на кошелек, и, действительно, там, около получаса были подтверждения, и это очень долго, то есть, сейчас рынок у нас не прям сильно, там, активный, да, биткоин вырос, но в целом рынок сейчас очень стабильный, но биткоин медленный. По поводу эфириума, ну, это дорого, действительно, то есть, в рамках сети эфириума что-то кидать, действительно, дорого, то есть, и бывает такое, что, когда эфириум поднимается в цене, там, там, на 3 тысячи долларов, вот если он сейчас поднимется, то, понятное дело, что комиссии взлетят, и там будут и 5, и 7 долларов за перевод. По кардану, честно говоря, было у меня кардану, то есть, я использовал ее как спекулятивный инструмент, но особо я не, особо ничего не вижу. Ну, XRP, понятное дело, это быстро, это надежно, и это практически моментально. И это дешево, кстати, ни даже одного цента не стоит перевод транзакции в рамках, значит, XRP-L. Ну, и, наконец, Сек одобрил опционы на биткоин ETF от BlackRock, и, соответственно, в ближайшее время будут утверждены они, опционы, и для продуктов других компаний. Поэтому это огромная победа для биткоин ETF, поскольку это привлечет больше ликвидности, которая, в свою очередь, привлечет больше крупных игроков. И спустя более чем 8 месяцев с момента запуска спотовых биткоин ETF торговля опционами одобрена, и лучше поздно, чем никогда. Теперь, что нам нужно, да, то, что я считаю, что дальше шаги, это уже спотовые ETF непосредственно на другие криптовалюты, и уже потом опционы на другие, опять-таки, криптовалюты. То есть ряд криптовалют после биткоина и эфира, это, я думаю, что, скорее всего, Solana, XRP, BagiCoin, не знаю, не сомневаюсь. Возможно, Tone будет, возможно, будет Tron. Но это вот все такие основные криптовалюты на самом-то деле. Ну, и нужно понимать, что в новом бычем цикле, я думаю, что рынок криптовалют вырастет до 5 триллионов долларов, и нужно понимать, что топ изменится. То есть я считаю, что криптовалюты, которые находятся сейчас там на 20-х местах, на 30-х местах, они войдут и войдут в топ-10, и я думаю, что ряд из них обгонят там тот же DogiCoin, ToneCoin, XRP, если они будут стоять на месте. Если же они будут тоже расти со всем рынком криптовалют, то я считаю, что топ особо не поменяется. Ну, то, что мы видим, то, что уже Litecoin на 20-м месте по капитализации, а, скажем так, еще недавно относительно, там еще в 2019 году, он был в топ-10. То есть сейчас мы видим, что топ меняется, и в топ заходят новые криптовалюты, а старые криптовалюты просто выбывают. Вот такие дела. Ну, по-самому, Криптовалют, всем на счет ВК, и до новых встреч. И, кстати, в топе пока что остается XRP. То есть из всех криптовалют XRP он остается. Ну, я имею в виду из всех альткоинов, то есть XRP и Ethereum, они в топе. До новых встреч.